У Тюменских старшеклассников появилась возможность получить профессию еще до окончания школы. Освоить навыки можно в Центре опережающей профессиональной подготовки. Сегодня в Тюмени открылось его новое подразделение. Там будут обучать поварскому и кондитерскому делу. Кого кроме школьников смогут в буквальном смысле прокачать в Центре, знает моя коллега Анастасия Нахрачева. Центр опережающей профподготовки в Тюменской области – один из 14 центров, созданных по поручению президента в 2019 году. Всего здесь представлено более 100 профессий среди приоритетных направлений цифровые технологии, но есть и классические – в сфере строительства и услуг. Например, школьникам доступны такие интересные компетенции, как компьютерная анимация, графический дизайн, видеопроизводство, арт-визаж, косметология, хлебопечень и не только. Я уже приготовила московскую плюшку, бантик, кофейные печеньки и украсили мы это все. Пока еще присматриваюсь, задумываюсь, но вот когда уже сюда пришла, я уже такая подумала, ну вот может быть мне стать пекарем. Готовить ребят в зависимости от направления будут на базе техникумов и колледжей региона. То есть получить новую профессию смогут не только школьники Цюмени, но и Тобольска, Елуторовска, Заводолуковска, Галышманова и Ишима. Это те вещи, которые сохранятся и останутся. И вот эта поэтапность работ, когда ты сначала пробуешь, потом идешь уже в техникум, и потом благодаря тем стажировкам, которые интегрированы, и мы всегда говорили, 82% трудоустройства наших ребят после выпуска, они, конечно, возможны только вот в такой последовательности всех этих цепочек. Для школьников и студентов обучение бесплатное за счет бюджета. Есть и курсы повышения квалификации для взрослых, но уже на коммерческой основе. Самый простой способ связаться с нами, зайти на наш сайт, собственно, с двору, найти там большую красную кнопку, подать заявку, нажать, оставить свои контакты, наши специалисты обязательно свяжутся с вами. Обучение, мы реализуем короткие программы от 36 до 144 часов, если в месяцах, там от одной недели до двух месяцев. А после получает свидетельство об окончании курсов. Главная задача не трудоустроить ребята, дать им возможность попробовать себя в той или иной профессии. В 2020 году здесь пройдут обучение свыше 4000 школьников, ну а лучшие смогут принять участие в подготовке к чемпионату WorldSkills. Анастасия Нахрачева, Александр Изосимов, Тюменская служба новостей.